Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Сегодня вы узнаете об Ирине Верганской, дочери президента Михаила Горбачева. Родилась Ира в Ставрополе в 1957 году. Верганская была единственным ребенком в семье. В детстве она посещала обычную общеобразовательную школу. Читать она научилась, когда ей было всего 4 года. Ира с детства увлекалась чтением книг. Школу Верганская окончила золотой медалью. Учиться она хотела в Москве, но родители ее туда не пустили, поэтому пришлось поступать в родном городе. Ее выбор пал на медицинский институт. Если посмотреть на ее фотографии, можно убедиться в том, что она очень похожа на своего отца. Когда Михаила перевели на руководящую должность в Москву, семья естественно поехала с ним. Ирина тогда была уже замужем за Анатолием Верганским. Окончив институт, она поняла, что хочет развиваться в научной деятельности и поступила в аспирантуру. Верганская защитила диссертацию и получила степень кандидата медицинских наук. Она занималась тщательным изучением аспектов мужской смертности. Ею был написан труд, в котором обозначена взаимосвязь употребления алкоголя и внезапной смерти. Со своим первым мужем Анатолием Ирина прожила 16 лет. Мужчина переехал с женой в Москву, когда ее отца перевели туда по службе. В столице у них родились две дочки – Ксения и Анастасия. Анатолий начал работать хирургом в первой городской больнице. Затем он стал профессором. С Ириной они развелись из-за того, что мужчина постоянно был занят работой. В 2006 году Верганская вышла замуж повторно. Она предпочитает не придавать подробностей своей личной жизни большой огласке. Известно только, что ее мужа зовут Андрей и что у него есть бизнес в области перевозок. В начале 90-х Михаил Горбачев создал фонд, целью которого является исследование периода перестройки, а именно его социально-политических и экономических аспектов. Ирина была назначена вице-президентом. Она никогда не работала в этой сфере, поэтому для того, чтобы хорошо справляться со своими обязанностями, Верганская пошла учиться в ранг ИГС. Очевидно, что она очень целеустремленная женщина. Ее организация изучает период перестройки со всех сторон. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!